Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. О них помнят близкие коллеги и друзья. В день памяти погибших сотрудников МВД «Цветы к вечному огню» на «Аллее памяти» возложили губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Вышли в последние рейсы 29 октября. В Самаре завершился сезон садово-дачных перевозок. В профессиональный праздник работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. В Самаре наградили лучших сотрудников, обеспечивающих работу муниципальных маршрутов. Она согреет в холода и подчеркнет красоту лица, как выбрать самую стильную и теплую шапку. В битве лидеров чемпионата уступили. Футболисты крыльев советов на выезде проиграли Краснодару. 8 ноября – день памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск по всей России. Цветы к вечному огню на аллее памяти погибших сотрудников МВД возложили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, действующие сотрудники полиции и ветераны. Подробности в нашем сюжете. Пенсионер МВД Алексей Зверев в конце 90-х, начале 2000-х работал начальником отдела по борьбе с убийствами. В стране происходил передел собственности, разгул бандитизма и полицейским приходилось особенно непросто. Бандиты устраивали перестрелки посреди дня, убийства случались ежедневно, в стране процветал рэкет. Новые времена бросают новые вызовы. Сегодняшние преступники предпочитают руки кровью не марать, обманывают своих жертв онлайн и по телефону. Сложно работать в полиции, особенно сотрудникам уголовного розыска и тем, которые, как правило, говорят на земле, территориальных органах. Тем более, в настоящее время там так много преступлений, связанных с IT. Хорошо, что есть желание работать у тех ребят, которые приходят на смену ветеранам и пенсионерам, скажем так. Хорошо, что есть еще желание тех ребят, которые хотят работать в рядах внутренних органах. Неизменным остается одно – сотрудники полиции стоят на страже порядка, рискуя жизнями. 352 сотрудника органов внутренних дел Самары погибли при исполнении служебных обязанностей. 273 отдали свой долг и потеряли жизни в годы Великой Отечественной войны. В пожаре 10 февраля 1999 года погибли 57 человек. 22 сотрудника погибли на Северном Кавказе. Жизни 10 ветеранов МВД унесла спецоперация. 8 ноября – в День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск, которые отмечают по всей России. Цветы к вечному огню возложили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, действующие сотрудники полиции и ветераны. Сегодня мы по сложившейся на Самарской земле традиции, в преддверии Дня работников органов внутренних дел. Собираемся здесь, чтобы почтить память погибших товарищей, погибших при исполнении служебных обязанностей. И, вне всякого сомнения, судьба каждого из них является сегодня и примером высокого служения. Служения своей Родине, нашей Великой Отчизне, служения людям. Они остались честными перед собой, перед людьми до конца, верными присягами. Сотрудник полиции – непростая профессия. На переднем крае борьбы с преступностью. Ежедневно, ежечасно он сталкивается с опасностью и должен быть готовым и отдать здоровье, если понадобится, и жизнь. Задача нынешнего поколения действующих сотрудников полиции, чтобы эта память жила. Задача в нашей повседневной работе, работе с молодежью, чтобы кадеты, все молодые сотрудники помнили эту славную историю самарской полиции. Помнили имена тех сотрудников, которые отдали самую дорогую жизнь. Сейчас перед сотрудниками полиции стоят новые задачи в зоне специальной военной операции. Виктория Шарая, Игорь Казановский, События. В Самаре завершился сезон садово-дачных перевозок. В завершающие в этом году рейсы автобусы отправились 29 октября. Всего было организовано 29 маршрутов. Сколько пассажиров удалось перевезти, расскажет Ксения Баканова. Мария Дмитриева увлеклась садоводством 10 лет назад. До своего участка чаще всего добирается на автобусе, привычном 157 маршрутом. В этом году организации перевозок особенно довольны. Поездки всегда проходили с комфортом. Водители были очень обходительные. В салоне было чистенько, аккуратненько. Расписание на остановках висело весь дачный период. Можно было подойти, сфотографировать. Сейчас все с телефонами и расписание в телефоне. Пожалуйста, к какому времени тебе нужно подъехать на дачу? Смотришь телефон и подъезжаешь. Автобусы ходят регулярно. В этом сезоне дачникам улыбнулась удача. В Самаре теплая и сухая погода установилась уже середина весны. Поэтому по поручению главы города Елены Лапушкиной, общественный транспорт запустили в апреле. Было задействовано 29 садоводачных маршрутов. На линии работали автобусы большого и среднего класса вместимости. Они перевезли около 720 тысяч пассажиров. Это на 20 тысяч больше, чем в прошлом сезоне. Это примерно плюс 3%. Это происходит в том числе благодаря тому, что мы, когда выполняем перевозку на садово-дачные массивы, реализуем госполномочия, которые нам Министерство транспорта предоставляет. Вместе с этими полномочиями нам предоставляют и финансовые ресурсы на оплату контрактов по этим маршрутам. Вот поскольку средств приходит достаточно, маршруты работают как положено, сбоев никаких нет, люди довольны. Перед началом организованных перевозок в автотранспортном предприятии проверили техническое состояние подвижного состава, работу всех систем. Также прошла генеральная уборка. Все автобусы были тщательно отмыты снаружи и внутри и продезинфицированы. В дальнейшем санитарное содержание продолжилось в соответствии с регламентом. В том числе в промежутках между рейсами дополнительно протирали перила, поручни и другие контактные поверхности. На каждом маршруте свое расписание и интервал движения. Специалисты, отрабатывающие звонки по горячей линии, фиксировали обращения со словами благодарности от дачников. Это очень радует нас, как перевозчика вдохновляет на будущее. Стараемся учитывать все пожелания и просьбы наших пассажиров, горожан. Во всем подвижном составе действовали все виды льгот. Это садово-дачные карты и социальные карты, по которым можно было проехать. Проезд не повышался уже в течение двух лет. Это тоже радует. В следующем году, с учетом сезонности, дачные перевозки планируется возобновить. При этом снова рассмотрят возможность их более раннего старта. Если позволит погода и дорожная маршрутная сеть будет полностью готова, то автобусы начнут курсировать в сторону дач середины апреля. Так, в ходе подготовки к старту дачных перевозок во взаимодействии с представителями ГИБДД и садово-дачными товариществами проводится тщательное обследование маршрутов. При составлении дорожной карты учитываются наличие остановок и стоянок, готовность подъездных путей к дачным массивам. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. В Самаре продолжается строительство. Станция метро «Театральная» сейчас трудится в районе областного арбитражного суда и сквера имени Устинова. В этой части расположится самая глубокая точка будущей линии метрополитена. Она достигнет уровня 28 метров. На указанном участке встретятся два тоннеля проходческих комплекса. Один пойдет от улицы Галактионовской, другой – от Полевой. На улице Самарской появятся также водоотливные, вентиляционные и другие предтоннельные сооружения метрополитена. Для этого понадобится вырубка части зеленых насаждений, но озеленение позже восстановят после производства всех работ. Над конструкцией будущего подземного сооружения деревьев быть не должно, поэтому участок засадят кустарниками и травой. А деревья в ходе компенсационного озеленения разместят на соседних локациях. Среди актуальных задач остается и завершение расселения жителей домов, попадающих в зону метростроя. Новая станция завершит первую линию Самарского метрополитена. После строительства подземка станет более востребованной. Театральная позволит горожанам без пробок, с комфортом добираться с окраин до центра Самары и обратно. И чаще посещать театры, музеи и другие социокультурные площадки. Метрополитен объединяет и сближает жителей. Поэтому вот станция театральная, он сблизит жителей, кто находится на Безьмянке, на удаленном расстоянии с центром города. В этом году число угонов автомобилей в Самаре снизилось в разы. Немаловажную роль в этом сыграла работа сотрудников отделов розыска автотранспорта, ГИБДД и УВД города. О тонкостях работы инспекторов и оперативников в репортаже корреспондента событий Светланы Тимофеевой. Водитель больших грузов Андрей не заметил, как во время маневра во дворе многоквартирного дома задел припаркованный автомобиль. Поэтому с места ДТП уехал, не подозревая, что спустя некоторое время его личность установит инспектора отдела розыска автотранспорта ГИБДД города Самары. Очень сложно во дворах. Машины понатыкано везде. И сложно ездить. Машины, габариты большие. Не рассчитал, вот сделал. Не то, чтобы скрылся. Просто при таких габаритах автомобиля невозможно. Даже царапину сделаешь. Некоторые водители, задев чужую машину, просто уезжают с места ДТП. Нарушителей разыскивают сотрудники госавтоинспекции. Ну, не заметил это немного другое. В основном человек, когда уезжает с места ДТП по тем или иным причинам, он преследует цель скрыться, чтобы избежать ответственности. В основном вот уезжают с места ДТП, вот преследуют такие цели. Работа по розыску водителей, скрывшихся с места дорожно-транспортных происшествий, довольно непростая. Но сейчас практически на всех перекрестках Самары установлены камеры наружного видеонаблюдения. Они помогают сотрудникам отдела розыска оперативно находить нарушителей ПДД. Современный мир таким образом устроен. Сейчас уже большое количество видеокамер устанавливается на объектах как частного, так и государственного пользования. Мы это все можем отследить, наблюдать, машины передвижения и так далее. Как правило, сотрудники госавтоинспекции занимаются административными делами. Поиск злоумышленников и угнанных машин – дело уголовного розыска. К тому же за последние три года количество автомобильных краж в Самаре снизилось. Связать можно с тем, что задержано достаточно большое количество квалифицированных преступных групп, которые занимались профессиональными кражами и угонами. Сейчас остались только такие преступники, которые совершают кражи в ночное время. Это брошенные машины, которые стоят во дворах долгое время. В принципе, поэтому и такое снижение. С начала 2023 года в Самаре было совершено 32 кражи автотранспорта. Практически 90% похищенных автомобилей было найдено сотрудниками полиции. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. В Самаре сотрудников, обеспечивающих работу муниципальных маршрутов, поздравили с профессиональным праздником. Торжественное собрание приурочили ко Дню работников автомобильного и городского пассажирского транспорта в России. Его отмечают в конце октября. Лучшим представителям отрасли вручили грамоты и благодарственные письма. Ксения Баканова продолжит тему. Относить к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. Этому золотому правилу всегда следует Наталья Махалина. Она работает кондуктором 17 лет. И ежедневно любовь к этой профессии только крепнет. Некоторые пассажиры уже почти как родные. Очень много друзей, очень много пассажир, которые уважают нас. И только хорошее слышишь от них. Ну, бывает ситуация, ну, что делать, жизнь такая. А так все хорошо. На автотранспортном предприятии «Самары», которое выполняет автобусные рейсы по муниципальному заказу, отметили лучших сотрудников, обеспечивающих работу муниципальных маршрутов. Акцию приурочили к профессиональному празднику – Дню работников автомобильного и городского пассажирского транспорта, который отметили в этом году 29 октября. Необходимость развития транспортной инфраструктуры и подготовки для этого высококлассных специалистов остаются в числе основных задач и сейчас. Сегодня мы награждали и водителей, и кондукторов, и работников, которые обслуживают транспортные средства, слесаря, и выпускающие подразделения, те, которые непосредственно отправляют машины в рейс, и работников предприятия, которые там совместно с «Самаравтогазом» занимаются в том числе обеспечением перевозочного процесса. Это транспортная карта. Очень хочется, чтобы люди видели заботу. Я считаю, что это крайне важно. Грамотами и благодарственными письмами регионального правительства и администрации «Самары» отметили более 30 человек. Все они ежедневно демонстрируют высокий профессионализм, преданность профессии, заботятся о безаварийных поездках и комфорте пассажиров. Народ воодушевлен. Я знаю, как лидер профсоюза, они приходят, ждут этого праздника. Начальство их отмечает, то, что видно их общественную работу, то, что они как наставники молодых привлекают. Главная задача профсоюза – всесторонняя поддержка сотрудников. Для них организовывают спортивные мероприятия, концерты, предлагают билеты в кино или театр. Для коллектива это стимулы, которые помогают развиваться и качественно выполнять свою работу. Также на предприятии заботятся о достойных условиях труда, предоставлении социального пакета, дополнительной поддержке молодых специалистов, пополнении и сохранении штата. В городском Дептрансе отмечают, что от стабильной организации транспортного сообщения многое зависит. В этом году на маршруты вышли 50 новых автобусов. Планы по обновлению подвижного состава есть и на будущий год. Организация перевоза к общественным транспортам остается на непрерывном контроле мэрии Самары и дирекции профильных предприятий. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. Она согреет в холода и еще подчеркнет красоту лица. Речь о шапке. Но как выбрать самую стильную и теплую, Ксения Баканова разбиралась в этом вопросе. Ксения, куда ты пошла без шапки? А ну быстро надень, а то заболеешь. Для многих шапка – это не просто предмет гардероба, но и стильный аксессуар. Она согреет в холода и подчеркнет красоту лица. Однако для многих женщин выбрать шапку – это вечная проблема. Что-то из разряда фантастики. Так ли это сложно на самом деле? Мы узнали у экспертов. В этом сезоне на пике популярности простые модели без дополнительного декора. Шапки-тыковки, кепи, жакейки и бинни. Последняя подходит 90% женщин. Шапка выглядит стильно, практичная и легкая в уходе. А еще помещается в карман куртки и сочетается почти с любой одеждой. От молодежного пуховика до классических пальто и шуб. С помощью шапки можно корректировать и внешность человека. Например, форму лица. Определить ее просто. Для этого нам понадобится зеркало и маркер. Обводим изображение. Уши можно не прорисовывать. У меня получился овал. Есть и другие формы. Например, сердцевидное, круглое, квадратное или треугольное. Если задача сделать лицо визуально уже и добавить роста, то выбирайте шапку крупной вязки с высокой посадкой. Если у девушки, наоборот, маленькое лицо, то от этого решения следует отказаться. Что касается палитры оттенков, то не стоит бояться экспериментов. Частая проблема в том, что мы думаем, вот есть белый цвет и черный цвет. Это что-то такое универсальное. Нет, дело не в этом. Приходит девушка в магазин. Одна черная шапка, вторая черная шапка. Что-то мне все не подходит, не буду покупать. А дело было в том, что не подходит черный цвет. Нужно не бояться, нужно перемерять разные оттенки. Шапка должна подходить не под ваш шарф, не под ваши перчатки, не под какой-то пуховик. Шапка в первую очередь должна сочетаться с глазами и с волосами. Но что делать тем, кто хочет иметь в гардеробе оригинальное и неповторимое изделие? Выход – заказать у рукодельницы. Яна Ивашова увлекается вязанием уже более семи лет. Занятие помогает расслабиться, а также приносит неплохую прибыль. От этого приятно вдвойне. Девушка говорит, к ней часто обращаются клиенты с индивидуальными запросами. Ведь для некоторых модниц выбор шапки в магазине – это настоящая катастрофа. Часто такое бывает, когда приходишь в масс-маркет, шапки огромные. Такая же ситуация, когда большой объем головы, допустим, это 59 сантиметров, 60-62, вот у меня недавно было. Здесь другая проблема, здесь все шапки маленькие, либо кто-то любит, чтобы торчала макушка. И когда ты одеваешь шапку не своего размера, она выглядит, ну, как-то куцый, не очень красиво. Вот, и поэтому вот я под запрос клиента вяжу так, как нужно. Варианты найдутся на любой вкус и цвет. Для самых смелых – рваные. А для тех, кто любит блеск – с пайетками. Думаете, что шапка – эта история не про вас? Тогда смело примеряйте ушанку. Это почти стопроцентное попадание, говорят эксперты. Классика на все времена. Ее носили молодые комсомолки в СССР. Например, юная повариха Тося. Главная героиня фильма – девчата. А как же эта штука называется? Эта штука называется «Беда спела дружба». И сейчас ушанки снова на высоте. И на головах модниц. Они не только спасают от холода и ветра, но подходят под любую форму лица и сочетаются с верхней одеждой. Что касается материалов, то самое популярное – это меринос, махер и шерсть. Но на последней порой возникает аллергия. Чешется лоб, появляются красные пятна. В этом случае лучше выбрать головной убор из другого материала. Что касается ухода, то надежнее стирать изделие вручную в прохладной воде с минимальным добавлением порошка. Друзья, носите шапки. Это не только тепло, но и модно. Ксения Баканова, Константин Головин. События. Футболисты Крыльев Советов проиграли в матче двух лидеров чемпионата России. Тольяттинский «Акрон» единолично возглавил таблицу первенства страны. А самарская дзюдоистка стала двукратной чемпионкой Европы. Подробнее об этом в нашей спортивной рубрике. Футболисты Крыльев Советов в матче 14-го тура чемпионата России на выезде играли против Краснодара. Перед матчем в таблице команды занимали места в лидирующей тройке. На 16-й минуте хозяева открыли счет в игре и отличился Кордоба. После этого южане стали прагматично играть по счету и не спешили нападать, ожидая шансов убежать в контратаку. А самарцы не могли переломить ход встречи. В середине второго тайма краснодарцы удвоили свое преимущество. За пять минут до конца основного времени Крылья, усилиями Писарского, для которого это первый гол за команду в чемпионате, один мяч отыграли. Но большего сделать не смогли. 1-2, самарцы опустились на четвертое место в таблице, а Краснодар продолжает ее возглавлять. Футболисты Акрона завершили первый круг ФНЛ на первом месте. В матче 17-го тура Тольяттинцы дома принимали красноярский Енисей. Встреча двух команд, которые стараются активно играть в атаке, так и стартовала. Уже на девятой минуте гости открыли счет, но в течение семи минут хозяева не только отыгрались, но и вышли вперед. Затем встреча проходила под игровым преимуществом Акрона. И на 63-й минуте это вылилось в третий забитый мяч. Победа 3-1, тольяттинцы единолично возглавляют таблицу первенства. Волейболисты Новы на выезде уступили в матче российской суперлиги Белогорью. Для хозяев это была тысячная игра в чемпионатах России, и поэтому они стремились отметить юбилей победой. Однако новокубышевцы так просто сдаваться не собирались, и с первых подач старались навязать оппонентам борьбу. Но в концовке первой партии более статусные белгородцы смогли склонить сет в свою пользу 25-18. Вторая партия прошла почти без борьбы 25-15 в пользу хозяев. А вот в третьем сети игроки Новы воспользовались ошибками соперника и взяли первую партию в новом сезоне 25-23. Сразу могли взять и вторую, имели даже 4 сетбола, но растеряли все преимущество, пропустив 6 очков подряд. 24-26 и 1-3. Поражение Новы – четвертое подряд на старте сезона. В Тольятти прошли 11-е всероссийские соревнования по карате «Кубок дружбы». За медали сражались полторы тысячи участников из 34 регионов России и спортсмены из Казахстана. По итогам турнира бойцами 63-го региона было завоевано 8 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых медалей. За победу участникам присваивалось звание мастера спорта России. В общекомандном зачете победила команда Саратовской области, на втором месте Самарская область, на третьем – Республика Татарстан. Во французском Монпелье прошел чемпионат Европы под зюдо. Спортсменка Самарской области Дарья Курбан-Мамадова завоевала золотую медаль. В финале весовой категории до 57 килограммов Дарья великолепным броском сокрушила сербку Марику Пересич, став первой в истории двукратной чемпионкой Европы в этой категории из нашей страны. На пути к золоту Дарья одолела сразу несколько олимпийских призеров и медалистов европейских и мировых турниров. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Для проведения онлайн-опросов на портале Госуслуги создан удобный сервис «Решаем вместе» – «Голосование». Напоминает в своем телеграм-канале глава города Елена Лапушкина. В настоящее время на платформе доступно несколько опросов от профильных департаментов администрации. Жителей Самары приглашают принять участие в голосовании и выбрать название для нового модульного спортивного зала в Ленинском районе, бассейна в Куйбышевском районе, а также поделиться мнением об акции «Самара в движении» и итогах садово-дачных перевозок. Чтобы принять участие в вопросах, достаточно перейти по ссылкам и авторизоваться через свою учетную запись на госуслугах. В телеграм-канале Департамента опеки напоминают, что отдельным категориям граждан предоставляется компенсационная выплата на приобретение или установку автономных пожарных извещателей. Для оформления выплаты можно обратиться в любой офис МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. Подробную консультацию можно получить по телефону 332 16 36. В телеграм-канале Красноглинского района обращают внимание горожан на небезобидное развлечение детей и подростков. Все чаще становятся популярны прогулки по крышам многоквартирных домов, заброшенных зданий и сооружений, где дети фотографируются, а затем выкладывают фото в интернет. При обнаружении открытой двери, ведущей на чердак или кровлю, следует проинформировать об этом свою управляющую компанию ТСЖ или ЖСК, позвонить или направить заявку в письменном виде, а также сообщить в аварийно-диспетчерскую службу. Если вы заметили, что по крыше вашего или соседнего дома гуляют дети, незамедлительно обращайтесь в районный отдел полиции. Жители промышленного района приглашают принять участие в общероссийской тренировке дистанционного электронного голосования. Федеральная платформа ДЭК позволяет участвовать в выборах без посещения избирательного участка уже более трех лет. В телеграм-канале промышленного района говорится, что в период с 1 по 13 ноября 2023 года вы можете подать заявление на портале Госуслуги. Голосование пройдет с 8.00.15 ноября до 20.00.17 ноября на портале дистанционного электронного голосования. Принять участие в тестировании могут граждане России старше 18 лет. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте здоровы. Всего вам самого доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова